Атеистическая критика указывает на то, что и в древности, в частности, в Египте, в Сирии, в Малайзийских, была идея и было почитание, было верование умирающих и воскресающих богов. Причём называют даже их имена – это, пожалуйста, вам, это Азирис в Египте, или Осирис в Египте, это особенно почитаемые, так сказать, божества Донис в Сирии, Дионис или Дионис в Греции, Аттес – фрегийский бог и так далее. Что характеризует их? И действительно, можно ли рассматривать их как некий, я бы сказал, источник, из которого христиане взяли своё почитание и свою идею воскресения Христова? Первое, о чём хочу вам сказать, если вы посмотрите на их, так сказать, описание, их подвигов, как правило, они попадаются или в ловушку, эти боги, или попадаются под меч, разгреванный там другого бога или богини. То есть вся их смерть обычно носила насильственный характер. Никакой добровольности нигде нет. Это первое. Второе. Ни одно из этих божеств не связано никакими хронологическими рамками, ни с каким периодом в истории человечества или этой страны. Никогда нельзя сказать, а Донис вот тогда-то жил или был. Или Дионис. Нет! Это же миф! Кстати, вы помните, что такое миф? Миф – это сюжетное выражение какой-то идеи. Идеи. Выражаются идеи. Если сейчас мы выражаем идеи словами, то древность характеризуется чем? Они выражали это притчами, образами, различными сюжетами. И в этих образах они выражали какую-то определённую идею. Какая же идея была здесь? Я вам скажу, по исследованию всех религий-ведов, каких хотите. Все утверждают единогласно. Все эти божества, вот эта идея этих умирающих и воскресающих богов – одна и та же. Это есть не что иное, как умирание – это образ природы, умирающих и воскресающих. Об этом пишут, пишут вообще постоянно. Причём не только сейчас, а это уже в древности, уже древнегреческие даже мыслители, они об этом писали уже. Ну вот, ну, хотите, например, такой очень известный писатель второго столетия, римский Плутарх. Очень интересный у него жизнеописаний сравнительный. Он, например, пишет. Они, это египтяне, говорят, что Осирис погребён, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить. Он прямо оттуда их сведения передаёт. Ксенофан, известный греческий философ, просто иронизирует над этими религиозными обычаями в честь, допустим, того же Осириса. Право смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. Оплакивают осенью. Сжали всю пшеницу и радуются весной. Следующий год радуются, когда вновь созревает пшеница. В общем, идея именно вот такова, друзья мои. Это самая главная идея. Это не что иное, как мифы, выражающие умирание и воскресание природы в самых различных проявлениях. Какой важнейший аргумент против вот этой посылки, что будто бы христиане взяли свой догмат воскресения Христова оттуда? Христос – историческая личность. Свидетельств его историчности – огромное количество. Свидетельств о его распятии – огромное количество. Свидетельств о его воскресении. А свидетельств о его воскресении? Возьмите, ведь мы говорим, Новый Завет переплели в одну книжечку. А ведь там же сколько авторов! И все они, все говорят, четыре евангелиста, разные люди, апостолы, следующее послание апостольское, все говорят об этом. Вам скажут, ну, они же, они все были едины. А почему они были едины вдруг? Обращаю ваше внимание на следующий факт, который нужно иметь в виду. для того, чтобы какой-то факт сделать исторически достоверным для науки, что нужно? Что нужно? Свидетельства. Нужны свидетельства. Там очевидцев, современников и так далее. Только это может уже нам быть достаточной почвой для признания этого факта. Вы же помните, когда мы с вами говорили о мифологической школе, что, как уже иронизирую над этой школой, писали, Наполеона никогда не было. Ну, все может подвергнуть сомнению. Действительно. Если встать на эту почву, докажите. Все можно объяснять как угодно. Но в исторической науке принцип именно таков. Для, так сказать, доказательства существования вот этого факта требуется свидетельство, свидетельские показания. Мы их находим. Причём какие находим свидетельства? Я уже не говорю о их разнообразии и о тех деталях, которые описываются там. Хочу сказать, обратить внимание на другое, что за веру в этот факт люди шли на смерть. Хотя могли бы отречься. Тысячи и тысячи шли на смерть, не отрекаясь от этого. От Христа какого? Распятого, умершего и воскресшего. Такого количества мучеников... Имейте в виду, это аргумент. Такого количества мучеников ни в одной религии и никогда в истории человечества не было. для истории как науки – это достаточное доказательство, чтобы признать данный факт действительно научным, исторически достоверным. Вот на это, друзья мои, я обращаю внимание. И дальше хочу вам сказать, говорят, что там в язычестве эти были верования в умерших и воскресших богов. Но слушайте, посмотрите, что было, когда апостол Павел в Ариапахе пришёл и сказал о воскресении мёртвых. До этого его слушали. Как только он заговорял о воскресении мёртвых, то всё! Одни насмехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Иди, голубчик, из сказки нам не рассказывай. Вы понимаете, воскресение в реальность, воскресение кого-то! Да не было веры! Что вы? Это афиняне! Это там, где собирались эти мудрецы, интеллектуалы! Вот как они отнеслись к этому! И апостол Павел об этом сказал замечательно! Что вера во Христа, миршего воскресшего, иудеям соблазн, эллином безумие! Так что ни о какой зависимости христианского догмата о воскресении... Лучше сказать, догмат – это не то! Нет! Факта! Ни о какой зависимости утверждения воскресения Христа от каких-то языческих верований даже и предполагать не можем! И вообще, скажу вам, язычники считали христиан именно за эту веру болтунами, пустословами! Об этом, кстати, пишет Татьяна. Вы знаете, вот это древние христианские апологеты – это интереснейшая книжечка. Если вы электричку возьмёте, сядете в посаде, и вдруг вам в бок толкают, что такое? Москва! Как? Настолько интересная книга! Не оторвёшься! Просто... Вот так, друзья мои! Та крестная смерть Христа, Его распятие, Его воскресение – это есть не просто какой-то веру, какой-то догмат христианства, а это факт, который должны, историческая наука должна признать. Почему должна? Говорю вам, потому что соблюдаются все условия, научные условия, при которой какой-то факт должен быть признан как исторически достоверный. Вот так. Прошу вас на это обратить внимание. Ну, и чисто формально есть вещи. Эти боги, например, они же каждую весну и каждую осень умирали и воскресали. А Христос единожды умер. Боги умирали насильственной смертью и воскресали. Христос добровольно умер. Добровольно всё это. И по божеству воскрес. Вот в чём дело-то. Это же очень важный такой момент, который просто необходим. Христово воскресение чем явилось по христианскому вероучению? Началом, если хотите, источником всеобщего воскресения, а не просто он сам по себе воскрес и всё. Ну, воскрес и ладно. Нет! Это источник и начало всеобщего воскресения. Вот, друзья мои, эти все положения очень-очень важны. И потом, вы помните, как тело Христово приобрело даже новые свойства по воскресению, которых до этого в какой-то степени были, так сказать, в начаточном, но проявили себя действительно в полноте по воскресенью. Проходит сквозь, так сказать, для него расстояния не существует, не существует никаких преград, ни закрытых дверей, ничего связанного с этими вещами. Вот так. Это то, что мы можем сказать о воскресении Христовом. Христово.